Тема сегодняшнего нашего совещания – это, можно сказать, рефрен всей политики нашего современного суверенного государства, как мы его часто называем и правильно называем «государство для народа». Как бы тяжело ни было, в разные периоды нашей истории мы всегда выдерживали установленные нами стандарты жизни человека. Так, социальную справедливость в обществе, равная права и возможности всех граждан страны, национальные культурные ценности и традиционный уклад жизни. Все это и есть программа развития нашего государства. И давайте будем откровенны, приходя на избирательные участки, будь то парламентские выборы, выборы в местные советы, референдумы, народ прежде всего голосует за политический курс. Вот уже более четверти века мы целенаправленно укрепляем вертикаль власти, снизу, максимально приближаем ее к людям. Другими словами, принципы эффективной обратной связи и доверительного диалога власти с людьми являются основополагающими во всей работе административно-управленческого аппарата. Это идеал, к которому мы стремимся. Он вполне соответствует нашим политическим традициям, истоки которых даже не в современной истории, а гораздо глубже. Еще со времен Древнего Веча менталитет белорусов заложены обостренное чувство справедливости, коллективное мышление и взаимная ответственность за судьбу Отечества. Именно так на истинных демократических ценностях и зарождалась белорусская нация. Все известные в нашей истории аристократические режимы, будь то княжеский, шляхетский или царский, у нас прошло ассоциируется с гнетом. Белорусское же государство было создано народом и для себя самого, для народа. Таким оно и остается. Другими словами, говоря об актуализации форм и методов работы с населением на местном уровне, мы должны понимать, что управленческая вертикаль ни в коем случае не противопоставляется народу. В нашей стране, этим можно гордиться, чиновничий аппарат не является небожителями. Говоря простым языком, у руля находятся не олигархи, не потомственные правители, а люди, которых выдвигает на должности сама жизнь и выдвигает из своей гушки, из народа. Все они в равных условиях, получают образование, движутся по карьерной лестнице, создают семьи, растят, воспитывают и учат детей. И соответствуют главному требованию за плечами у каждого серьезный опыт практической работы и знания жизни, как говорится, о земле. Поэтому и вопросы, с которыми идут белорусы на прием к тому или иному начальнику, как правило, ему близки и понятны. То есть он сам оттуда. Более того, люди должны быть услышаны, а проблемы сняты. И вы знаете, что эффективная работа с населением – это индикатор профпригодности руководства и области, и района, и отдельно взятого предприятия. А жалобы – это показатель наших недоработок. В идеале их вообще быть не должно. Конечно, такой результат из области фантастики. Но нам следует к нему стремиться. Это что касается работы с обращениями граждан. Не менее значимое направление деятельности госслужащих информационно-коммуникационное. Мы понимаем, насколько сегодня важно максимально разумно использовать возможности, в том числе и цифровых ресурсов, выстраивать взаимодействие со средствами массовой информации. Видим, как мгновенно разлетается информация, порой самые откровенные фейки, что создает особу для социальных взрывов. Видим, как важно своевременно реагировать на вбросы, разъяснять принятые решения людям, а также вовлекать их в процесс управления, адекватно реагировать на созидательные инициативы, которые идут от народа. При этом мы недавно, проводя совещание, говорили о том, что фейки, ну так уж случилось, они сделаны красочно, они броско, они подстраиваются под разного рода легкие инстинкты наших, наших людей. И они, как у нас в народе говорят, уже очень быстро и легко заходят. Фейки. Они более интересны, нежели наша скучная жизнь. И это сложность, с которой нам приходится сталкиваться в борьбе с этими фейками. Но от этого никуда не денешься, и мы приняли решение, и будем эффективнее бороться с этой ложью. Потому что она в конечном итоге, как мы видели, может перевернуть общество. И все это не новые вопросы, мы всегда уделяли им особое внимание, но порой, может быть, какие-то моменты недооценивали. Да, действительно, недооценивали. В принципе, все решения, которые были приняты в первые годы истории суверенной Беларуси, абсолютно актуальны и сегодняшний день. Изменились только мы. Общество вышло на новый уровень и интеллектуально, и технологического развития. То, что было новаторством четверть века назад, сегодня это уже обыденность, классика. Пришло время проанализировать проделанную работу, возможно, откорректировать определенные подходы. Если есть методы, которые, на ваш взгляд, устарели, то ничто не мешает нам отказаться от этих методов. Если вы готовы предложить более прогрессивные механизмы взаимодействия в вертикали власти и населения, давайте это обсудим и сразу же примем решение. Но прежде позвольте подвести некоторые итоги, исходя из того, как мы видим процессы и оцениваем результаты принятых ранее решений и выполнения всех данных, в том числе и мною поручений. Все вы мои подходы знаете. Подобные мероприятия проводятся не для того, чтобы любоваться успехами проделанной работы. Семинары являются своего рода промежуточным контролем выполнения тех задач, из которых и складывается общий политический курс развития государства. Главные цели нашего сегодняшнего совещания – проанализировать новые вызовы, которые ставят перед нами время, обозначить вопросы, требующие доработки, обменяться опытом, совместно выработать адекватные решения. Давайте начнем с главного фактора, который влияет на нашу жизнь и жизнь государства в целом. За последнюю четверть века мы, белорусы, очень изменились. Опираясь на созданный нами же фундамент благополучия, мы стремимся к большему и лучшему. Это правильно, в этом есть суть развития. Повышается уровень правовой культуры граждан, они становятся более требовательными, в том числе и к государству, ожидают нового качества обратной связи от этого самого государства, то есть от нас с вами. Запросы у населения растут, и нам, власти, надо соответствовать. Такой порядок – мы социально ориентированное государство. Но что происходит порой? Стараясь следовать такому порядку, мы сегодня столкнулись с крайностью. Что видим? На смену советскому сакральному отношению к государству, сопряженному с чувством долга, взаимной ответственности и приоритетам государственных интересов перед личными, приходит банальное потребительство. Оно выражается в ментальной установке современного общества. Государство мне должно. И, к сожалению, рост запросов отдельных граждан не основно относится с готовностью брать на себя какие-то дополнительные обязательства. В итоге у конкретных индивидуумов или целой социальной группы формируются такие ожидания от государства, которые значительно превосходят их вклад в развитие самого этого государства. Иными словами, они хотят жить, как швейцары, а работать спустя рукава. Платить минимум налогов или вообще не платить и иметь колоссальный уровень социальной поддержки. Я не зря подчеркнул или вообще не платить. Знаете, современный этап имеет одну особенность. Я внимательно анализирую процессы, которые происходят в нашем обществе. Есть определенные сложности в связи с санкциями. Нарушена какая-то логистика. Еще, ну, в общем, сложности. И этим хотят воспользоваться и воспользовались уже очень многие наши, белорусы. Может быть, это и хорошо. Где-то подставить плечо государству, где-то занять нишу, которая освободилась. В общем, встроиться в новую логистику. Кому-то запчасти, кому-то лекарства, кому-то еще чего-то предлагают поставить. Но при этом я хочу, чтобы все понимали, вы особенно здесь, здесь вся элита нашего государства. От нас зависит принимаемое решение. Здесь все мы. Вы должны понимать, что нажиться, погреть руку и набить карман под ситуацию не получится. Абсолютно не получится. Вы знаете, такие, может быть, жесткие действия со стороны правоохранительных органов по отношению к таким людям. Они будут и дальше продолжаться. Взяточничество, неуплата налогов и прочие преступления будут пресекаться на корню. Если только мы сойдем с этого пути, мы пойдем ровно транзитом по пути братской нам Украины. Поэтому давайте будем работать и жить вот так, соборно, толокой. Использовать наши речи, чтобы принимать решения и слышать, слушать наших людей. Особенно тех, которые обеспечивают нам продовольствие и безопасность, которые одевают нас, производят все то, что мы умеем и не умели делать. Да, конечно, государство должно защитить мир, порядок, предоставлять рабочие места, образование, медицинскую помощь, возможность реализовать себя в науке, творчестве, спорте и так далее. Скажите, а что у нас в Беларуси не хватает чего-то для того, чтобы себя реализовать в этих аспектах? Но есть вопросы, которые люди могут и должны разделить с государством. Самое простейшее – создавать уют и красоту своими руками и для себя беречь чистоту в своих домах, дворах, на улицах, в городах и поселках. И как минимум сохранить то, что создано целыми поколениями белорусов до нас. Возможно, мы, управленцы, иногда не видим инициатив населения, не умеем их встраивать в процесс государственного строительства, не даем возможности людям почувствовать свою сопричастность, быть полезными. А запрос ведь есть. Надо признать, в какой-то момент мы, как и наши общественные союзы, просмотрели этот запрос, просмотрели и на этой нивере свели различные маргинальные организации. Завлекли людей внешне вроде бы благородными идеями, которые в нужный момент приобрели политический окрас. Мы это видели в 20-м. И они, движимые стремлением помогать нуждающимся беречь природу, защищать братьев наших меньших, оказались заложниками ангажированных Западом в деструктивных силах. Оказывается, вот эти коммерческие НПО, НКО, общество защиты собачек, кошек, животных, они никогда никого и не защищали. И не собирали защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали политически ангажированных людей. Они там объединялись, руководителям платили немало, они собирали туда тоже понемножку платили. Знаете, каких людей, которые, в общем-то, были обществом выброшены на обочину, притом справедливо выброшены. И вот они выплеснулись эти в первых рядах в 20-м году. То есть, из-за нашего попустительства возникли вот такие маленькие островки в нашем обществе, которые ацербировали к себе все то, против чего мы должны были бороться. Ну и получили. Благо, сейчас процесс пошел жестко. Я хотел бы, чтобы власть понимала, что общество должно быть зачищено от этих негодяев. Все должны пойти работать, упираться и напрягаться для того, чтобы сохранить мир и спокойствие вот на этом островке. Это уже островок Беларусь. Вы что, не замечаете этого? Вокруг все полыхает. Где-то идет война горячая, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информации, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут. А мы должны упереться и выстоять. Поэтому вопросов неинтересных, скучных сегодня нет. Знаете, я всю жизнь работал с людьми, будучи руководителем, партийным работником, затем депутатом. Я знаю, что это тяжелейшая работа. Знаете, когда тебе каждый день пишет жалобщик штатный. Он пишет, пишет и пишет просто. Не для того, чтобы решить вопрос. У нас есть такие люди. И ты это должен все читать, а потом с ним встречаться, ему объяснять. Ты ему объяснил, он на завтра опять тебе пишет. Ну и опять с ним надо встречаться. Никуда не денешься. И все это порой надоедает. Но я вас призываю к тому, чтобы формулой наших действий в этом плане было одно направление. Все. Мы же видим, получив письмо, заявление, что мы можем сделать. Мы должны это сделать. Что мы не можем и не должны делать, мы делать не должны. Это должен делать сам человек. Его дети, еще кто-то, внуки и так далее. Иждивенчество быть не должно. Но мы должны четко разграничивать это. Это мы сделаем. Мы не можем балкон поручить человеку в двухэтажном или трехэтажном многоэтажном доме отремонтировать. Он этого не сделает. Или крыша потекла в многоэтажном доме. Ладно, в одноэтажном. Хочешь, не хочешь, где-то мы его подстегиваем, где-то он сам сделает. Человек, расстроившись, что власть ему не поможет. Но в многоэтажном доме. Или же внутри. Система обогрева, подачи воды, теплой, холодной. Она общая для всех. И отремонтировать ее человек только может по мелочам. Вот тут мы четко должны понимать. Мы должны подключиться. Мы должны сопереживать тому человеку, на голову которого течет вода. Наши телевидения часто показывают эти примеры. Туда сходили. Коммунальщики об этом будем говорить сделали. Но завтра вода потекла снова. Это недопустимо. И в таком случае, когда мы получаем кучу жалоб от населения, стоит вопрос. А где наши были многочисленные советы всех уровней? Где были органы власти? Дожили из-за того, что развернули дискуссию на тему, нужны ли нам сельские советы? Слушайте, ну а кому они мешают? Ничего в этом плохого нет. А тут же проще. Взял их и ликвидировал. Почему? Ну мы же с ними не работаем. И работать не хотим. А зачем? Подумаешь, какие это сельские советы. А вы посмотрите на деревни, на поселки. Стыдобище. Это недоработка этих самых сельских советов. А председатель райисполкомов с них не спросили. Они даже дерево не могут посадить там, где ураган завалил его. Если бы депутаты всех уровней, в том числе и сельских советов, в свое время увидели активность людей, смогли выстроить с ними взаимодействие, то уже тогда, в период активной фазы информационной атаки на Беларусь, мы имели бы опору в виде социально ответственного гражданского общества. К счастью, сегодня у нас такой партнер высовывается. На фоне событий 2020 года в рамках различных инициатив начала формироваться политически активная часть беларусов, нацелена на созидание, сохранение традиций, преемственность поколений. Мы увидели граждан с государственной позиции, преданных национальным интересам, что очень важно. Почему? В традиции западно-либеральной культуры гражданского общества существует как оппозиция государства. А местные элиты, пытаясь всеми силами сохранить власть, играют с этим обществом демократию. Предлагая вместо реальных свобод, мнимые, виртуальные, подменяют их распущенностью легализации низменных пороков, этим самым создавая иллюзию народовластия. Когда надо учить демократии с помощью дубинки и слезоточивого газа. Все это вы видели от Франции до Латвии. Но мы другие. У нас своя культура, свои традиции. В нашей национальной семье есть такие славянские понятия, как соборность, толока, власть вместе с народом. Принимают важнейшие решения и их реализуют. И если говорить о правовом статусе гражданского общества, который мы будем прописывать в законе гражданского общества, то он предполагает ориентированность этого института на диалог с властью и однозначную приверженность исконным ценностям и традициям белорусского народа и интересам нашего государства. Не может быть и речи о финансировании таких структур из зарубежных источников. Мы знаем, кто платит, тот музыку заказывает. Задача на всех уровнях государственного управления – выстраивать эффективное взаимодействие с гражданскими активистами. Депутаты научились работать с обращениями конкретного человека. Теперь следует освоить работу с общественными инициативами. Надо уметь видеть перспективные проекты, помогать находить средства для их реализации, а где-то и возглавить сам процесс. Так наше гражданское общество сможет выйти на новый уровень представительства и деятельности Всебелорусского народного собрания. Кстати, это тоже одна из форм работы с населением. Я бы сказал, самая высшая форма. Мы придали данной политической традиции конституционный статус. Для участия в этом самом народном форуме избираются люди, которые ближе всего находятся к реальным жизненным проблемам развития нашего общества и страны. Наиболее авторитетные субъекты, которые будут соответствовать требованиям закона о гражданском обществе, должны будут стать органической частью Всебелорусского народного собрания. Это важная задача на ближайшую перспективу. Что касается традиционных направлений работы с населением, на первый план выходит информирование. Сколько раз говорили, что люди должны знать, что происходит, как вы решаете проблемы, что планируете и так далее. Вы должны быть первоисточником и хороших, и неприятных новостей. Знаете, я, работая в своё время в партийных органах, усвоил святое. Если ты не можешь человеку помочь, а он тебе просится там на приём и прочее, ну поговори с человеком. Есть много в нашем обществе людей, которые просто хотят с тобой поговорить. Они, может, потом и жаловаться не будут, и обижаться не будут, если ты не решишь их проблем. Может быть, и не обратятся к тебе. Но с людьми надо разговаривать. А для того, чтобы разговаривать, надо не бояться людей идти к ним. А много ли у нас председателей райисполкомов, депутатов, готовых выйти на публику, выступить, ответить на неудобные вопросы? Ещё в шестом году в директиве о дебюрократизации государственного аппарата мы прописали все возможные направления такой работы. Вижу, что телефонные линии приёмы граждан вы освоили. А сколько провели пресс-конференции по актуальным для населения вопросам. Знаете, у нас наметился у начальников больших и малых ещё крен такой. Выйти на экран телевизора, ну вот там показаться, знаю, что я отслеживаю эти процессы. И молотит там, что попало. Ну поймите, как только вы выходите и начинаете там рыдать и стянать, не продумав, что вы хотите сказать, и зайдёт ли это народу, люди переключают телевизор на другой канал. Не ходите вы в телевизор, если вы к этому не созрели. Я вас приветствую и прошу, чтобы вы чаще показывались в телевизоры, но с хорошими какими-то идеями. Вы не подражайте президенту, потому что президент отчитывается перед народом каждый раз, когда проводится какое-то совещание. Но не в этом главное. От президента идёт сигнал по тому или иному вопросу, в каком направлении мы будем действовать. И будем ли действовать вообще. Запомните, всё, что вы говорите, должно быть воспринято людьми, а не просто выйти и покрасоваться. Учтите, пожалуйста, это. Когда вступила в силу эта директива, мы и представить не могли, как изменится в будущем информационное пространство. Сколько возможностей для работы с населением дадут новые технологии. А все ли из вас сегодня используют эти новые технологии? Допустим, не все любят, умеют быть на виду, общаться с прессой, выходить на трибуны. Используйте тогда новые технологии, социальные сети и так далее. Я не знаю, наверное, в районе достаточно одного было бы телеграм-канала, или как там их называют, который бы был основан на базе районной газеты. Это уже газета известна людям. Люди бы туда обращались. Ну, а начальники, читая бумажную газету, бумажные СМИ и параллельно соответствующий телеграм-канал, реагировали бы. Ну, если где-то надо еще какой-то канал создать, создавайте, только он должен быть эффективен. И надо понимать, что создавая какой-то начальник, создает телеграм-канал, он ведь денег стоит или нет? Ну, он же не из своего кармана платит эти деньги. Поэтому вы думайте, прежде чем сделать какой-то шаг. Думайте об эффективности, надобности. Это то, что я сказал. Прежде чем выйти на экран телевизора, подумайте, надо ли это делать и что вы скажете. И главное, как это зайдет людям. Хорошо, что местные власти научились работать в тандеме с региональными журналистами. Но это не означает, что районным газетам надо превратиться в трибуну или доску почета председателя исполкома. Они должны быть интересны читателям и давать представление о жизни не только региона и райисполкома, но и страны в целом. А то порой открываешь номер, а там одни объявления, реклама, программа телепередач, да еще польских телеканалов. И главное, вся работа по информационному сопровождению действий местной власти должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах и что мы их слышим. Вспомните, сколько наших граждан пришло на диалоговые площадки. За три месяца провели, по-моему, больше трех тысяч встреч с охватом около 150 тысяч человек. Это только пришедшие. А представьте, 150 тысяч человек пришло. А сколько информацию получили от этих 150 тысяч? Мы увидели неподдельный интерес. И эффект был потрясающий. Активность на референдуме, направленная на создание, об этом говорит. Надо развивать такую форму работы с населением, разговаривать с людьми. Она позволит обществу почувствовать сопричастность к принятию решений. А именно так и приходит ответственность за их исполнение. Убежден, что мы нашли формат работы, который будет жить, но только если избежим формализма. А у нас он буйно цветет. Поэтому организуйте площадки, выносите на обсуждение вопросы, актуальные для населения. Ну, типа медицинского обслуживания, вакцинация, благоустройство территории, водоснабжение, торговля, сбор, переработка отходов и так далее. Участие экспертов, специалистов, которые могут дать квалифицированные ответы обязательно. И потом, они же у нас, эти эксперты, раскручены. Это крепкие. Вот я Нарцов смотрю, здесь присутствует один из них, Шпилевская. Слава Богу, женщины начали подниматься. Я не говорю уже там про Эйсман, Маркова и так далее. Молодцы, ребята. Они уже научились вести, не только реагировать на ситуацию, но и вести мощно контрпропаганду, защищая собственное население. Поэтому вот этих людей надо брать и приглашать в трудовые коллективы, диалоговые площадки. Но туда должен идти начальник, который должен рассказать, как будет развиваться предприятие, район и так далее. И сверху, от элиты уже самые-самые, придут так называемые эти эксперты. И расскажут, как будем жить дальше. Депутат обязательно должен там быть. В этом ничего плохого нет. Не надо бояться людей, надо идти к ним и просто по-человечески разговаривать. Необходимо чаще практиковать такие формы публичных обсуждений. И это задача идеологам. Информационное сопровождение дискуссий, печатных интернет-версиях, региональных СМИ также обязательно. Как это сделали, допустим, в Минской области, создав на базе площадок колл-центры. Ну, не буду я тут преувеличивать, может, чуть-чуть не так. Перехвалим и по Держинску, и по столцам. Мы этим займемся, посмотрим, как эти колл-центры еще работают. Поэтому создали молодцы. Они должны давать эффект. Практика показала, что определение мест установки детских площадок, формата районных праздников, мест высадки аллеи и многое другое – это инициативы, которые граждане хотят обсуждать и в реализации которых готовы участвовать. А сколько мы говорили про упрощение административных процедур, про дебюрократизацию государственного аппарата, для чего внедрили принцип «одно окно». Не только для удобства и скорости работы, хотя это важно. Не секрет, что в системе есть процедуры, которые сопряжены с коррупционными рисками. Мы приняли решение минимизировать соприкосновения чиновника и гражданина там, где клиенты порой сами любят ускорить решение вопроса за так называемое вознаграждение. Так вот, сегодня у нас порядка двух тысяч административных процедур. Не все они реализуются по принципу «одно окно». В исполкомах таким образом решается их десятая часть – двести. По такому же принципу проводят ряд процедур отдельной государственной структуры – регистрация транспорта, получение паспорта и прочее. Меня пытаются убедить, что все процедуры сложно, порой нецелесообразно переводить формат «одно окно» из-за их многоступенчатости. Тогда давайте пересмотрим сам перечень процедур. Все ли они нужны или там есть устаревшие и неактуальные. И переводите их в электронный формат. Вот, я просто вас хочу обратить к одному очень важному жизненному факту. Знаете, мы с вами, и я в том числе, всегда начальниками не будем. И вы будете натыкаться вот на все это. Вот на эту волокиту бюрократии, которую мы создали. Мы столько наворотили, особенно с советских времен, бюрократических процедур, что с ними очень трудно разобраться. Я уже вам приводил и провожу часто пример, когда мы занимались льготами. От Сталина льготы действовали. Ковырялись, ковырялись, потом мы говорим, слушайте, давайте это все перечеркнем. И новым законопроектом, законом или указом президента, указом президента, введем те льготы, которые должны работать. Пропишем, что вот это должно работать, все остальное нет. Но давайте пойдем этим путем, как мы, недавно я подписал указ о строительстве частных домов, одноэтажных, частных, усадебных домов. Слушайте, что мы лезем к этому человеку? Чего мы его там пытаемся как-то отстроить? Какой дом строить? Какой фундамент? Какая крыша и прочее? Человек для себя строит, и он за это ответит. Перед собой, перед своими детьми. Давайте ему один раз разрешим, место выделим, где он должен строить. И пусть он строит. Он сам к вам придет. Спросит совета, если это нужно. Если не нужно, он к вам не пойдет. Такой указ подписан. Точно так сейчас работаем над новым шагом строительства многоэтажных зданий, промышленных, сельскохозяйственных объектов и так далее. Надо дать возможность людям решать свою судьбу. И не надо казаться нам, что мы понимаем лучше, что хочет человек, нежели он сам. Простая жизненная философия. Мы пока слабо движемся в этом электронном формате. Знаю, что на завершающей стадии находится принятие изменений в закон об обращениях граждан и юридических лиц, которые регулируют этот момент. Есть там положение о более широком использовании интернета для обеспечения процесса рассмотрения граждан. Гражданин будет видеть, кто конкретно занимается вопросом, сколько времени эти изменения важны. Надо ускориться. Но только, пожалуйста, не перегибайте палку с этими телефонами, мессенджерами и прочее. У нас половина населения это не понимают и понимать не хотят. То есть надо дать право выбрать человеку, как ему общаться с органами власти. Что касается новых технологий, да, за ними будущее. Наши дети будут в этом мире жить, они это воспринимают. Министерство связи и информатизации наделено новыми полномочиями. Люди ждут результата, в том числе и в вопросах цифрового равенства. Услуги мобильных операторов Белтелекома, обеспечивающих интернет-соединение, доступ к кабельному интернет-телевидению, должны быть приемлемы по цене. Особенно для жителей малых городов и деревень. Подчеркиваю, малых городов и деревень. Эти вопросы социальных стандартов населения, своевременные решения, которых само по себе снимает количество жалоб и обращений. Такой подход должен обеспечиваться по всем направлениям. Напомню, правительству местным органам власти важнейшая задача пятилетки – уравнять социальные стандарты для городской и сельской местности. Это касается не только услуг связи, но и качества, охвата транспортным сообщением, медицинским обслуживанием. В столице они на порядок выше, чем в любом районном центре или агрогородке. А ведь именно на селе формируется наша продовольственная, если хотите, демографическая безопасность. И там основа развития страны. Пришло время понять, что не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Именно так происходит смена социальной роли общества. И спросители люди превращаются в наших партнеров. И нам есть куда направлять энергию людей, настоящих патриотов, готовых подставить плечо государству. Есть хорошие примеры сотрудничества общественных организаций и государства в вопросах поддержки граждан, которые нуждаются в особой защите. Таких у нас организаций немало. И государство за это платит. Речь идет о государственном социальном заказе. Мы готовы поддерживать тех, кто свою гражданскую позицию подтвердил делами. Помогает нуждающимся, не сталкивает лбами белорусам. Словом, для всех неравнодушных, кто действительно хочет быть полезным людям, работа всегда найдется. Ну а там, где механизмы взаимодействия власти, населения, своевременного информирования людей, о которых, говорил ранее, дают сбой, возникает тема обращения граждан. Люди идут к вам за помощью, с защитой, постоянно. А к кому еще? Это уже своего рода политическая традиция. Вы знаете, что в работу с обращениями граждан вовлечены все, без исключения государственные структуры и организации Беларуси. Ежедневно сотни тысяч наших людей открывают двери государственных кабинетов разного уровня, обращаются по телефону, пишут в социальных сетях, мессенджерах. Отмечу, что в последние годы количество обращений во все госорганы снижается. Отработана система комплексного изучения наиболее острых проблем. Есть примеры принятия общего регулирования решений на самом высоком уровне. Одно из них касается темы самовольных строений и земельных войн. Вот это все, я не буду конкретизировать, в ближайшее время передается туда, вниз, председателям сельских советов и райисполкомов. Мы обобщили все обращения после совещания на уровне президента и вышли на дополнение изменения к кодексу о земле. Много об этом говорили, в ближайшее время депутаты наши рассмотрят этот кодекс, внесут изменения и будем большим-большим количеством процедуры эти опускать туда, на места. Не надо все регулировать с центра, от президента. В целом рейтинг проблем, с которыми люди идут к органам власти, остается стабильным. Это вопросы ЖКХ 20% в объеме обращений, архитектуры, строительства, землеустройства и пользования 11%, труд социальной защиты населения 10%, вал обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства связан с хроническими проблемами в данной сфере. Некачественное оказание услуг, необоснованное завышение объемов затрат, нарушение сроков предоставления недостоверной информации о выполнении работ, отсутствие системы обратной связи. Традиционно неожиданно у нас наступает зима в декабре и начинаются дожди осенью. Я уже об этом говорил. Так недавно обратилась женщина-ветеран труда, 91 год, инвалид первой группы. Женщина, которая положила свою жизнь ради нашего государства. Осенью затеяли капремонт дома, демонтировали крышу, сняли ее. Естественно, всю квартиру залило дождевой водой. Теперь требуется капремонт самой квартиры. Но все умыли руки, кто ответит? Кто поможет этому человеку? Слушайте, еще раз повторяю, сами будем такими. И Бог нас накажет, что такое недопустимо, и вы мое отношение знаете, пренебрежительное, воскомерное отношение к людям, которые обращаются за помощью государству, недопустимо. Абсолютно неприемлемы хамства, чванства, изматывающая человека бюрократическая волокита. К сожалению, есть и такие примеры. Человек обратился, казалось бы, с элементарной просьбой убрать дерево над местом захоронения. Ну, сам не может. Убрали и все сложили на могилку. Как вот человек после этого должен к нам относиться? Как он на это должен реагировать? Мне докладывают, что греша службы ЖКХ и формализм безразличием, нежеланием заниматься практическим решением возникших у граждан проблем. Вместо вывоза строительного мусора, скопившегося на подъездных путях к дому, высылают копию генерального плана с обозначением на бумаге проездом. Вместо очистки подвалов от канализационных стоков месяцами ищут балансодержателя этих канализационных сетей. Зато как большое достижение в сфере ЖКХ подается работа службы 1.15. Знаете, когда это вводили, я согласился. Так убеждали минчане, что это будет благо для народа. Но, честно вам говорю, я тогда подумал, чепуха это все. Вот эти нововведения, выдумки, все, чепуха. Наши начальники, чиновники, введут вам любую норму и инициативу проявят. Так и 115. Что на практике получается? Это же эксперимент, поэтому я наблюдаю за этим. Создали контакт-центры, интернет-портал, принимают информацию, вежливо общаются, но вопросы эффективные решения не стали. Заявки принимают низовые структуры, те же ЖКХ, куда раньше бумаги посылали или по телефону звонили начальники. Где зачастую закрываются без выполнения работы эти заявки. В итоге лишний посредник и размывание ответственности. Вместо принятия действенных мер по кардинальному изменению ситуации в сфере ЖКХ внедряются внешнеэффективные, но по сути имитационные решения. Грешат наши дорожники. Порой так отремонтируют деревенскую дорогу, что вся грязь и вода текут в огороды. А сколько вопросов к строителям. Иногда так строят дома для многодетных, что те месяцами вынуждены ходить и просить устранить недоделки. Причем серьезные и подобных фактов хватает. Вот скажите, а чего не хватает, чтобы вот эти, казалось бы, мелочные с нашей точки зрения вопросы не решить? Что у нас не хватает? Власти желания у нас нет. И администрация президента этим должна заняться предметно со всеми высшими должностными лицами. Скажу вам честно, в противном случае, если этот вал будет идти, работать вы не будете. Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 20-м и после, еще раз повторяю, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем в Украине. Я вас не пугаю. Вы же знаете, что я просто так не говорю. Вот такие подходы отдельных чиновников и формируют в общем нелицеприятные стереотипы о власти на местах, которые проецируются потом на всю вертикаль. Понимаю, что нередко приходится иметь дело с профессиональными жалобщиками. Я тоже об этом говорил. Есть у нас такой класс людей. Их тоже надо видеть. Никуда не денем, с ними надо разговаривать. Я скажу так. Если до президента доходит жалоба в администрацию президента, и она признается объективной, а ее решение находится в вашей компетенции, и вы ничего не сделали, но вдруг, как бывает, после вмешательства контролирующих органов, все-таки нашли решение, на меня не обижайтесь. С такими работниками будем расставаться без сожаления. И предупреждаю, не надо хитрить. Управляющий делами одного из райисполкома, интересный пример, установил приемный день. Пятая среда месяца. За год четыре таких дня оказалось. Ну, ему, как мне информируют в администрации президента, подсказали. Поэтому он и первую, и пятую неделю в месяце ведет эти приемы сейчас. Ну, график помогли сделать. С другой стороны, надо признать, что наше щепетильное отношение к обращениям граждан многих расслабило. Некоторые порой используют прямые телефонные линии граждане для решения таких вопросов, как замена лампочки в подъезде, уборка мест общего пользования, либо придомовой территории. Ну, вот это как раз надо приучать людей к тому, что это они сами должны делать. Уважаемые друзья, обращение граждан, приемы, телефонные линии, диалоговые площадки, административные процедуры – это лишь видимая часть процесса. Мы работаем с населением всегда, независимо от наличия или отсутствия прямых контактов с жителями своих районов, городов, сел, улиц. Мы сами с вами население. И вы знаете, какие результаты нашей с вами работы создают благоприятную атмосферу в обществе в целом, и какие формируют государство политические риски. Вы люди умные, опытные, вы все понимаете. Все, что я сказал, вы глубже понимаете, осознаете в силу своего положения и в силу своего опыта. Если считаете, что я кого-то несправедливо критиковал или не заметил чьих-то успехов, скажите, поделитесь опытом. Все разумное мы будем реализовывать настойчиво. Ведь для чего мы проводим это совещание? Замысел – собрать всех, кто работает с обращениями граждан, с общественными инициативами, обнаружить проблему и обязательно найти решение. Проиграем битву за людей, грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя выживает. Сильнейшие молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Вы докатились до войны. Никто из нас не хочет такого сценария. Поэтому давайте работать. Я готов услышать вас. Настроен на откровенный разговор, потому что тема жизненно важная. Хотя она скучная, неинтересная, а порой противная. Но кроме нас никто эти задачи не решит. Это наша роль в обществе. Мы ее должны сыграть. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...